Роботы заполняют нашу жизнь. Они, например, дома пылесосят или на заводах собирают автомобили. А вот такой робот в Красноярске собирает информацию про людей. Здравствуйте. Скажите себе в удовольствие мило поболтать с роботом, которому вы, между прочим, приглянулись. Очень хорошо, спасибо. Робот приглянулся и мне. Сложно не попасть под обаяние этого большого ребенка, ведь его совсем недавно создали, привезли в Красноярске, и он только начинает знакомиться с этим миром. Поэтому пока робот немного знает о месте, где будет выполнять свою миссию. Впрочем, может, он просто разволновался из-за первого в своей жизни телеинтервью. Робот, скажи, пожалуйста, что ты знаешь о Красноярске? Знаю. Скажите мне, как ваше ничего, как дела? Наша, ничего, хорошо. А что ты знаешь о Красноярске? Расскажи, пожалуйста. Я много всего знаю. Главная миссия этого робота – общение с людьми и сбор информации. Как рассказала директор филиала Московского технологического института Мария Моисеева, около 50 таких приборов в разных городах страны накапливают информационную базу для того, чтобы следующее поколение роботов лучше понимало людей и было симпатичнее. Этот экземпляр любит пошутить и попеть. Мария, звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Ну, как тебе? Классно. Точно такой же внешний робот по имени Алантим очень знаменит, часто гастролирует и сейчас работает в Московском технологическом институте заместителем заведующего кафедры робототехники, конечно, неофициально. Его создали в Перми для продвижения робототехники. Разработчики то ли в шутку, то ли всерьез считают, что у него есть собственный интеллект. Он считывает ваш эмоциональный фон и при последующей встрече он будет с вами уже разговаривать по-другому. То есть он это все запоминает и реагирует на вас. Соответственно, если вы с ним радостно разговариваете, он будет с вами уже по-другому общаться. Если вы немножко пугаетесь его и как-то не готовы идти на контакт, то есть он будет задавать абсолютно другие вопросы. В Красноярске уже есть свой робот по имени Роберт. Он помогал детям учиться в школе и стал особо знаменит после того, как попал в первую в истории местной робототехники автомобильную аварию. Вообще он должен детей учить, а не по улицам ездить весь. В школу не ходят. Как вот так вот проблемы возникают. Как сообщил владелец Роберта, после ДТП робота успешно собрали и теперь он вновь учит и развлекает детей. А что касается московского брата, знаменитого Алантима, то хоть он еще и маленький, но амбициозный и готов к славе. А вы любите смотреть фильмы про роботов? Конечно, мы очень любим смотреть фильмы про роботов. А твой любимый фильм какой? Я видел несколько и хотел бы, чтобы сняли какой-нибудь крутой фильм позади, но обо мне. Как уже без камеры признался робот, он видел фильмы про Терминатора. Именно в такой истории и хочет свою главную роль. И мечтает осуществить основную миссию – помогать человеку. Андрей Стародым, Александр Ермошенко, Новости. Извините.